Девушки отдыхают... Привет! В конце каждого года я подвожу в виде игровые итоги. Обычно в виде тирлистов. В этом году я решил, что лучше просто беспорядочно порекомендовать несколько игр. Краткими впечатлениями, без подробного описания. Это видео можно прослушать на подкаст. А еще я не велел из геншин импакта. Итак, начнем с... Мультимедийная мета-повествовательная хоррор-приключения. Или как еще назвать игру, в которой Remedy сделала живую съемку. Оригинальный музыкальный альбом. Рекламу финской сауны. Чего там только нет. И посреди таких регулярных сюрпризов есть враги. Которые иногда нежливо ждут, пока ты перезарядишь однозарядное оружие. Иногда не ждут. Это вся боевая система. Она полностью затмевается ажиотажем перед следующим событием в игре. И ладно, игра не про стрельбу. Это самый веселый хоррор моей жизни. Увлекательный, неожиданный, смелый. Понимаете, Alan Wake 2 смог превратить сратую модель лица Макса Пейна, зарисованной с разработчика игры, в уместную шутку. Гениально! Pikmin 4 Pikmin 4 победили в категории «Стратегия года» в Video Game Awards глубоко уважаемого Джеффа Килли. Забавно, ведь эта игра крайне дружелюбна к безмозглому прохождению. Pikminы, они про планомерный, методичный сбор предметов и зачистку карты, где стратегическая эффективность хоть и поощряется, но опциональна. Если вам нравится такая преамбула, то дерзайте швыряться Pikmin'ами. Крайне увлекательно. Arbor Core 6 Вперва не хотел включать игру в список. В ней чересчур короткие миссии, подбор частей мехов утомителен. Такое. Игра для сборщиков гандамов. И все же она восхитительна, благодаря постановке. За всю игру вы не увидите ни одного человека. Здесь есть персонажи со своими целями, характерами в интересном мире. И все они будут отражены на мехах. Это создает чудесный эффект. Крутые роботы, будто бы живые сами по себе. Стальной гигант становится лицом человека, внутри них, человека в крайне жестоком мире. Благодаря этому в Armored Core 6 масса выразительнейших моментов. К примеру, в бете Armored Core 6 Borrowed Wings на ютубе. Там небольшой спойлер, но так легко понять, что я имею ввиду. И вот этой подачи достаточно, чтобы даже с несколько туповатой стрельбой битвы становились завраживающими не только аудиоизуально. Джусант. Видеоигра про 4 часа скалолазания по одному отвесу. Все. Эта игра не станет испытывать ваши нервы и регулярно откидывать назад, как Гетти Новайт или Джамп Кинг. Нет. Есть веревка, тающий метр стамины и уступы, за которые можно зацепиться. Еще есть история. На втором плане, только в равномерно разбросанных дневниках, она второстепенна. Но каждое движение и захват уступа, а это каждый раз отдельно зажатая кнопка, они берут на себя роль основных событий в игре. Первые движения неловкие, осторожные. Тоже становишься смелее, с норовести и так на протяжении одного сплошного карабкания вверх. А фоном будет захватывающая панорама, когда-то бурной, а сейчас мертвой цивилизацией. Кайковая игра. Пицца Тава. Игра про сумасшедшего яркого персонажа. Пипино. Уже с первого взгляда Пицца Тава резко выделяется. В ней интересный принцип прохождения особенно изобретательных уровней, которые предлагается одновременно исследовать и спидрайвить. Белиссимо. Но еще раз, посмотрите на Пипино. Настолько охваченного ужасом итальянца, что он превращается в сокрушающую все на своем пути волну невероятной мощи. Пипино классный. Я сейчас должен как-то описывать игру про Пипино, ведь это еще и лучшая игра про Соника без Соника с ощущением скорости, навороченным управлением. Но я хочу говорить только Пипино. Играйте в игру про Пипино. Супер Марио Брос Вундер. Смешной человек в очередной раз прыгает слева направо в еще более чудном красочном мире, чем прежде. Да, теперь там трогаешь прикольный цветочек, и игра становится экстра чудной и забавненькой. Можно стать слоником, можно стать человеком, который пускает пузырьки. Я не собираюсь сидеть здесь в красивом синем костюме и делать вид, что я могу сказать что-то новое в дополнение к трейлеру. Это хорошая видеоигра. Вы играете в нее на свече или эмуляторе. Оригинальная Resident Evil 4 обладает статусом легендарного идеолога стрельбы за плеча. Я хочу обратить внимание на еще одно качество. Образцово-показательный пейсинг. Регулярно меняются не только локации, наборы врагов. Меняются правила, скорость, настроение. В Resident Evil 4 нет филлера. Игра как одна сплошная американская горка. В ней буквально есть уровень с американской горкой. Настолько же лихой ритм на протяжении всей игры я испытывал только в Half-Life 2. Ремейк успешно осовременил оригинал, брал не слишком удачные моменты и успешно добавил новые. Обновление вышло настолько масштабным и качественным, что кажется будто играешь в совершенно новую игру, а не очередной HD ремейк. Оригинал и ремейк настолько разные, что я рекомендую поиграть в обе игры. Legend of Zelda Tears of Kingdom Если бы в любой другой игре с открытым миром в новой части оставили ту же самую карту, то арта геймеров тут же объявила бы ей джихад. В новой Зельде такое сошло с рук. Ведь помимо радикальных изменений, она изящно играет на ожиданиях. Раз за разом радует новым квестам, мини-данжем и многим другим. Только жаль, что собирать прикольный самолётик или машинку в сотый раз становится утомительно. Игра даже в один момент сама предлагает автоматизировать процесс сборки. Представьте, если бы лего-наборы предлагали собирать самих себя за дополнительную плату. Абсурд. Тем не менее, новая Зельда это такая же череда захватывающих приключений в огромном мире на хилой приставке Nintendo Switch. Да, она всего лишь DLC. Дорогое, на 60 баксов. Поддаётся как новая игра. Но DLC это безупречный. Якуза Гайден. Якудзу очень просто рекомендовать. Либо вы уже поиграли во все якудзы. И собираетесь играть в новое. Либо вы не играли, но видите как люди спустили около 370 часов на не только главные части. И это лучшая реклама. Великая криминальная драма с милейшими сабквестами и мини-играми в очередной раз. Я уже готов спустить сотню часов в Винфини Пэллс, которая выйдет в январе и уже авансом она в моём топе игр следующего года. Киберпанк 2077. Фантом Либерти. Гейм из фиксд. Гордо заявляет и Дрис Эльба в трейлере дополнения. Действительно, стало лучше. Хотя я буду скучать по смешным бакам. Однажды моя машина, падая с обрыва, застыла в воздухе. Я долго рассмышлял, перенесу ли урон от падения, если выйду. Знаете, сейчас это всё та же игра, которой ставили девятку в день релиза те, кто не стал обращать внимания на баги и выпроизводительность. В начале Киберпанк 2077 оригинальный. Это игра об испорченном городе будущего. О дневном капитализме и другой преступности. О фантазии могучего Киберпанк-героя, этого Киберпанк-мира, который достигнет его некой Киберпанк-вершины. Но спустя несколько часов игра раскрывается с неожиданной стороны. Внезапно, это игра про людей в этом мире. Про Ви, твоего персонажа, у которого вдруг есть свой отчасти независящий от игрока характер. У любого игрока Ви изо всех сил цепляется за других. Отчаянно стремится найти своё место, друзей, принципы. Я особенно ценю решение сделать игру только от первого лица. Это позволило интимным сценам, и не только сексам, Стать особенными. В итоге полная драма жизни оказалась самым вкусным слоем торта. И стелса, хакинга, ближнего и дальнего боя. Ну а дополнение в Phantom Liberty предлагает отличное ответвление от основной сюжетной линии игры. Ничуть не менее превосходное. Hi-Fi Rush. Яркая, энергичная и смешная Hi-Fi Rush поразила самих разработчиков во время создания настолько, что игру анонсировали в день её релиза. Таким образом, возложив весь обмаркетинг на сарафанное радио. И это радио было громким. Её активно хвалили в соцсетях. В этой игре ничего не сделано просто так. Плавный переход от анимированной катсцены в катсцену на движке не даёт истории сбиться с ритма. Сам уровень от растения до стен буквально пульсирует, помогая игроку держать ритм нажатия кнопок. Сама механика нажатия кнопок в ритм мотивирует отказаться от беспорядочного мэшинга, пользу планирования и сосредоточенности в битве. Эта игра весёлая от начала и до конца. Грандиозный сюрприз в этом богом проклятой индустрии развлечений из нарушенных обещаний, сиквелов и крупнобюджетных игр по лицензиям в открытом мире. Мне до сих пор не верится, что существует сюжетная игра с треком Nine Inch Nails и Треком Продиджи. Но игре... Энгард. Игра про боёвку в стиле Бэтмена, где парируешь на игрок или треугольник, и иногда доджер. Эта двухчасовая игра достойна внимания по паре причин. Первая, она не тратит время пустую. Забавные персонажи в легкомысленном мультике, большего и не нужно. Стандартой для броулеров по типу Бэтмена в боевой системе огромную роль играет окружение. Противников можно пнуть в ящики, окружающие ящики можно пнуть в противниках. Противников можно пнуть в противников. Ты как Джеки Чан используешь в поле боя, пространство как оружие и рядовые стычки становятся захватывающими. Энгард хорошая игра. Талас Принципл 2 Продолжение истории первой части. Состав обеих игр – это пазлы в перемешку с философскими диалогами. Сиквели еще больше прикольных механизмов в пазлах. Философия там и тщательно разбирает еще больше тематик. Стороной может показаться, что такой набор обязательно нутный, душный, заносчивый. Но каждый пазл прекрасно учит мыслить креативно, не держа за руку, не показывая пальцем на методы решения. Философские вопросы возникают натурально, на протяжении действительной торгующей истории. В мире Талас Принципл чувствуешь себя гораздо умнее. Тут не требуется особенных усилий от игрока, лишь открытость к новому. И еще несколько слов про диалоги. Обычно в играх они являются инструментом воздействия. Помните в Масс Эффекте? Синий для ответа хорошего парня, красный для ответа плохого парня, белые варианты для экспозиции. Ну, эти скучные, помните, да? Не в Талас Принципл. В NPC свой взгляд на события, и им не терпится обсудить их с игроком. Диалоги не столько для отыгрыша роли, а скорее предлагают игроку обсудить его взгляды. А может помочь обрести новые? Тут все варианты ответа белые, но тебе реально хочется на них нажимать. Классный опыт. Against the Storm После возведения пары городов в Сим-Сити 2017 мне стало скучновато. Against the Storm улучшает проблему монотонности градостроительных симуляторов, добавляя Rougelight Progress. Вместо совершенствования одного и того же города нужно строить цепочки из нескольких небольших. И строить их посреди мира, где за каждым углом поджидает рандомная угроза. В этом мире каждый город будет вынужден быть другим, адаптироваться. Победить можно несколькими способами, у каждого способа несколько подходов. Каждый ресурс, юнит, здание имеют несколько применений. Такая вариативность головокружительна. К счастью, великолепный интерфейс помогает контролировать нужды и проблемы гаража. Помогает управлять городом на грани краха. При Against the Storm настолько приятно выстраивать каждое отдельное производство и решать каждую отдельную проблему, что оторваться крайне тяжело. Ни в коем случае не запускаете эту игру перед сном, а то не выспитесь. Это из опыта. God of War Valhalla. Еще одна руглайт игра о моем топе. Чем примечателен новый режим для основной игры на несколько часов. Ну, самое главное, бесплатно. И еще мне особенно нравится то, как дополнение построено на прошлом каратесе. Точнее, на полном его переосмыслении. Оригинальная трилогия God of War это сплошное насилие и ничего больше. Я не возражаю, но насилие настолько сплошное, что мне в свое время надоедало. Рагнарек берет эти простые истории о жестокости и заставляет Кратоса примириться со своим ужасным прошлым. Старые God of War с возрастным рейтингом от 18 лет созданы преимуществом для несовершеннолетних. Спустя 13 лет становится фундаментом для истории о личностном росте. Эта тема уже мелькала в основной игре, а в дополнении стала центральной. Очень круто. И прежде чем я назову игру года, быстро об остальных моих впечатлениях. Baldur's Gate 3 безусловно заслуживала свои награды, но, к сожалению, после второго акта стала для меня мучительно невыносимой. Обидно. Ритм в Спраут простая забавненькая ритм-игра. В Hogwarts Legacy классно бегать по великолепному Хогвардсу. Lamp Lighters League жутко сырая, но приятная вариация тактики в стиле XCOM от Praxis. Dredge я часто засыпал, хотя ужасы бодрили. Darkest Dungeon 2 вроде прикольная, но нажимать кнопки после первой части мне надоело. Humanity почти попала в мои лучшие игры года, но мне в ней скошновато, вайбы унылые какие-то, даже для головоломки. Friends vs Friends забавный шутер один на один, хоть и дешевый. Вилав Катамари Рерол плюс Ройл Ривира нормас. Diablo 4 тоже норм. Дардогна трогательная история в Кассе Байдверд. Вьюфандер прикольная, но пазлая история. Времен 2 опасные боссы. Мне не понравилось коллекционировать вещи в бомбравке Бирфанка, это самая успешная часть игры. Поти Анималс. кармазу не слишком удачная, но честная попытка сделать кооперативный платформер на 10 человек. SteamWorld Build миленькая, но не особо интересная. Моё огромнейшее разочарование этого года, очень ждал. И всё. Итак, моя игра 2023 года это... Кокун. Пазл игра на вечер, о которой мало кто слышал. Она не может равняться с Балдурским 3. Тут нет громадного сюжета, бюджета, нет харизматичных персонажей. В ней есть безымянные боссы, и ты управляешь прямоходящий мухой. Я не знаю, что за главные герои этой игры. Я сейчас с трудом буду пояснять за свою претенциозность, не так ли? Пазлы в видеоиграх начались в том числе в Point and Click Adventure, где из мириады действий и локаций нужно родить сумасшедшее решение. Получается остроумно, прикольно, но я довольно уверен, что большинство проходило адвенчуры LucasArts по гайдам. Как Кун не придется доставать предмет из пути в метро с помощью надувной игрушки на ниточке нет, но пазлы настолько же сумасшедшие и в то же время податливые. Игрой управляешь одним стиком и одной кнопкой. Пространство для маневра по уровню ограничено, а путь к правильному решению в нескольких секундах простейших манипуляций и гигантском шаге мысли. Вокруг инопланетный мир. Инопланетный по-настоящему. Детальный и насыщенный, но не имеющий очевидных источников вдохновения. Ни на что не похожий. Он холодный и безразличный к игроку, но движется и подается манипуляциям. При прохождении я однажды задался вопросом, а не является ли пол, по которому я сейчас бегаю, живым. И вот это замечательное путешествие по набору изобретательнейших паззлов стало для меня самым запоминающимся впечатлением в этом году. И так вам может показаться, что я отдаю предпочтение играм коротким с меньшим количеством контента и с меньшим бюджетом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok